Итог подбить. Фактически уже день заканчивается, 7 часов вечера, садимся за стол. Что у нас было сегодня такое, что заслуживает внимания, благодарности Богу. Ну, в первую очередь, хорошая погода, моросить дождик. Мы так просили, вырожать без дождя никакой. И там в конце поля у Игоря каждый день, когда хорилась собака, молились всегда. И Бог дал дождь. Дальше. Закончили курить. Я попрошу завтра сосчитать, сколько свай там, сколько здесь. Значит, считать, кто умеет. Буманку, коронавр, заранее возьми один и второй, независимо от того, друг от друга. Другому не говорите, а отдельно мне скажете, я проверю. И сосчитайте, сколько у нас здесь столбов. Найдите способ, как там, рядами, не рядами. Один из ошибок, который это немного. Внимательно. Мы закончили эту работу благополучше. Правда, не успели шкурки вытащить, но потом вытащите. И я поехал к Игорю договариваться. А они там мотол, лепящий, регистратор, регистратор, не знаю. И просить неудобно, но он в это время не на поле. А раз он не на поле, то ему могу обратиться я за помощью. За помощью. И приехал его сын Теренти, у него прицеп поворачивает, на правую сторону блок открывается, поднимает и все падает. И мы сразу все загрузили. Ну, сапковой лопатой не взяли только. Так мы все взяли, топоры и все у нас было. Ну, сапковая лопата нужна была, ей держать удобно, даже неудобнее. Вот, заканчивается очень быстро жерди. Мы должны сейчас подумать, где взять жердей. Все взято из кленок, кривое даже пойдет. Где? Вот, у Володи, там, строй, выстроились рядом, так интересно, механические эти бензопилы. И ни одна не работает. И валили пенсионные. Вот. И мы поехали на Симаковский пруд. Теперь мы поняли, что там нужно. Увидели. Хорошо, что заранее завезли вот эти сущи. Это здесь вот. Заранее завезли мы салону. И как раз нам все это требуется. И здесь мы взяли почти все. Что получилось? Я сегодня утром говорил. На работе, во время работы, только по работе. Подаетесь и не разговаривает. Ну, никто много разговаривает. Я сказал, у нас в лагере так было. Ребенок, кстати, берет щепку в рот. Я ему кричал, все, убрал щепку в рот. И брал. Кто-то разговаривал. Кому-то я сказал это. Брал, брал. Юрий брал. Мне ничего такого нет. У тебя ты не берешь. Я сказал, теперь я беру для себя. Ты взял, рассказать, гуще, гуще, гуще. Или кору. И один из коров. Мне не берешь. Она вкусная, даже сладкая. Сок у нее есть. Так то, что мы закончили эту работу. Большая работа была. Все кривое такое, суковатое. Не сразу не наладился. Один сучке вылывал нас. И мы просили, чтобы Юрий хорошо делал. В конце уже почти ни одного не оставалось. Она под корой, выемка. И нож уже не идет. И он со всех сторон теперь обковырил. Ну, кто говорил, я сказал. Не разговаривай во время работы. И сказал. Пойте по себе песни. Достойно ей всякого истины. Благородица, лего разница. Бывают другие. Кто-то так поет. Под песню хорошо работается. Я говорю, а вы так. А делает так. Один разговаривает, а тот уже забыл. Вроде даже он машет там уже. А я издалека вижу, он машет на одном месте. Там еще нет. Он видимость одну дает. Теперь разговаривать не буду. Начал жест. А этот не понимает. Спрашивает. И вместо экономии времени, получилось, мы еще больше потеряли. Поэтому обеда никакого не было на этом. Поэтому разговаривай, брат, и больше руками не маши. Не надо. Аминь. Не надо это играть. А тем более с фундоперевозчиком ты не можешь быть. Я тебе сейчас покажу. Скажи, смотри. Что звучит? Не знаю. Ну не знаешь. А это движение. Вот это. Не знаю. Думать головой. А? Скорее всего думать головой. Думать головой. Думать головой означает, хочу в туалет. Головой оказали еще та задница. Вот так. Показать овечка. Так вот. Если он так показал, собака. А то у них значение, движение означает. И кроме того, по бокам А, Б, В, Д, Д, Е. У нас был глухонемы, и мы все учили, вся азбука висела. Это когда фамилию надо рассказать, или что-то такое название района, тогда пальцами. А так вот, пора, бывает, везде показывают. И там судоперевозчик машет руками, они все это понимают. Понимают. Вот. Я жду тебя там. А что ты пойдешь? Это что? Рождество. Так я сложил руки, показал. Одно сближение уже, значит, празднуло Рождество. Работать пошли. Ударили. Вот. Это так, это. Вот это мама, папа. Вот. Вот все это. Я ничего не говорю. Вот. Вот. Сестра, брат, одним движением пальца обозвращаются. Я специально учился этому. Специально. Есть такие были диски, разговоры. Назовно сурдопереводчик, который переводит. А потом оказался у нас в боеве, и трое занялись. А мне некогда, и я бросил все. Дела нет, которого я и занимался. И вижу, как только уже помощь подходит, я знаю, есть другое дело, которым никто не занимается, и его не потянет. Я туда иду. Мне столько вопросов. Сегодня я соскучил уже. Двадцать минут первого часа ночью. Уже надо отвечать. Ну ты же понимаешь. Вы же одно время что-то молчали? Да. Это не здесь. Это было, когда мне обходили в психиатрию. Молчали три месяца. Ни слова. Думали глухо. Но я не махал руками, никому ничего не объяснял. Я это просто все делаю. И все. И все это записано в моей клинике. Как я себя вел врачи. А потом, когда второй раз арестовали, и опять на психиатрическое обследование. Если признание вменяемым, то его там сколько-то поддержат, все равно выпустят. Я там среди них был. Мне характеристику там дают. Пробудут неделю-две, выходят, выходят оменяемые. Как? Тут из Москвы особого человека. И приехал Моисей Абонович. Если вы еще показываете, кто он такой. И наши разговоры. Он запечатлевал меня в книгах. Он сидит и спрашивает. Из Москвы приехал специально. Вы что-нибудь слышите? Какие голоса? Я говорю, да, слышу. А какие? Я говорю, матеря создавали. Я хорошо слышал. Да я не про это спрашиваю. А как вы считаете, вот Екатерина Великобученица и Зоя Космодельянская, чьи подвиг выше? Ну, я же, вопрос веке. Я говорю, конечно, Зоя Космодельянская. А почему? Потому что Екатерина Великобученица, она христианка. И она знала. Отрезали грудь, там, или... Сняли, глаза выдавили. Отрезали, все, все отрезали. Она получит сегодня же, уезжает, все получит от Госдана. А в Зои не было будущего. Она прощалась навсегда с этим людям, которые ее обманул. Бросили. Она поджигала. Ее поймали не немцы, крестьяне. Она поджигала сарай, где были кори. Ее люди возненавидели, поймали. Немцы тут совсем ни при чем. И туда выбили делать еще что-то. А их послали человек пять. И они там в лесу где-то обосновались. И теперь поджигали их. Они воевать еще немцы. Партизаны. Я ради этого ни за что и пострадала. Брат у ней там такой был. Я и так отвечаю. Ему так отвечаю. Ну, он удивился. Врачи пишут. Я бы мог привести к нему, просчитать. Как врачи обо мне отзываются. Хараттер теплый, ненавязчивый. Бесстрашный. Так полное морщание. Это Анна Москва. Дорогой дядя Натю, здравствуйте. Здоровая няня, Натюшка. Здравствуйте. Отече Натю, мне звонил Иван Валя несколько дней назад. Он собрал это делать бакшину. Он испугался. Как мне ему объяснить, что этого не надо делать? Я ему говорю, что свои доводы привожу, он никак хочет сделать бакшину. Ну, не надо. Он избрал путь смерти. А ты живи. Хорошо, дорогой мой отец Игнатий. Я вас очень-очень люблю. Отец Игнатий, а можно будет к вам, до какого срока можно будет приехать? Ну, они хоть и тоже поехали, я думаю, и будут. Ну, давай, все. Если он нет, то я, может быть, если у меня все сложно, то я с тобой могу поехать. Просто побыть вас в этом времени. А 11 июля у нас крещение будет. Вот тут люди будут приезжать. К 11 июля. Можешь... А если Игнатий, а если я не успею к 11, то позже уже нельзя? Нельзя, нельзя уже. Всем отказываю. Не до этого. Меня может не быть. Дальше начинается работа. Приезжать... А вам некогда просто? Да, мне некогда работать надо. Работать надо. С огорода убирать, то другое. Я не могу с костями. Поняла. Хорошо, очень вас люблю. Я все поняла. Обнимаю вас. Люблю очень-очень. До свидания. Ну, все, Арнушка, до свидания. До свидания. Мы всем вас люблю. До свидания. Аминь. Аминь. Как нерубительная эта техника. Я же очень люблю. Очень люблю. У меня не объясняется в этом. Не надо понимать, что это плохо. Именно в хорошем смысле слова. И вот я хочу сказать, что ты сегодня, как работали вы. Делали, как раз, аляпы такие. Три прожили на равном расстоянии. Вы слепили. Вот одна такая, другая такая. Маленько смотреть. Столбосы забиваете. Вот так вот стоит. Все так как пьяное все. Я вам почему-то показал. Все дальше все знаете. Я отошел, а теперь я пилю и пилю. У меня ведь тоже работали. Я же не сидел, не прятался. А вы подошел, и говорю, что вы еще не тут творят. Ну, вы делали все, как есть. Я сделал так, чтобы везде замязки эти, на молотки, на топоры. Там у нас руки есть летела. Я был на корабле. И там, когда ремонтируешь, украсишь, все привязано. Иначе бурк, и еще нигде ехал. Так. Сейчас вы приехали. Оказывается, здесь. Так, Володя где-то найти надо. Владимир. Стоят банки пустые. Нина Васильевна была, Шадрина, фамилия ее. Она тоже знает. Потеряете? Самая лучшая вода у нас. На моем садьбе. Чем это объяснить? Не знаю. Никаких осадков. И она какой-то вкус такой имеет. Как будто бы кто-то ей специально так. Здорово. Крепко горжусь. Вот. И она сегодня тут блинов напекла, творожники нам, чтобы воды воды дали. Я Володе сказал. Володя, сейчас же сразу. Где он, Володя-то? Чтобы муки у нас взял в ведро и отнес ее для другого людей. У нее ничего лишнего нет. Мы не можем быть должниками. В воду отнес. В эти банки, поскольку в каждой банке литра? Три, пять. И пять банок. Двадцать пять килограмм-то у меня. Ты ее сразу нашел? А как? А он где был? Ну, где он был? Он на встречу на перерезку не попался. А куда же он ходил? Я видел, что вы ему объяснили. Я понял, что он не понял. Я бы ему подсказал. Я сказал, на левой стороне кирпичный будет домик. Кирпичный. На нем кресты видят. Красные. Напротив ее как раз и есть. Ну, а так как у меня, это, экипо-малинка. Ну, это ты и есть. Играть ты любишь. Не играй больше. Разговаривай все. И на работе не болтай. Больше я-то делал замечание, чтобы не разговаривали. Один говорит, а другой в улыбке состоит. Да нам некогда. Ну, что вы такие. Один лучше себя заклипал там и все что-то слушает. Так, боксы. Практически все. Сегодня у меня получилось. Слышишь? Ты сделал этого урагана-то. Ну, я дошел к бочке-то. И взял, поставил траву домой. Приду, сразу подам. Ведь когда я повел, он унюхал. В чашку соноса я не дал. Обычно он гуляет и после прогулки не хочет. И тебя недалеко гуляет. Тут никаких. Орвется домой. В чашку он там стоит. Он меня сегодня так тянул, что я подпрыгнул за ним бежал. Все. Кому есть ему? Ешь, что хочешь. Ну, я дал ему, так он захлебывается. Еще такое вкусное готовит. А кроме того, муклины специально для собак кормят. Я называю «Долушки». Там мясное, урят. Ну, неизвестно в чему. За стол садили. Потому что у нас едят. Терегли и молока нарезали. Бли, умери. Салатик. Давай, у нас же банк и молока еще в холодильнике было. Да, я знаю. А что знаю, ты не сказал. Сейчас бы оставим. Сосни. Кому-чего? Клужин без молока был. А он говорит, как это мой ведомый выказывает? Что это не делается? Давай, не делай. А меня никогда Володя еще не говорил. Он с утра говорит, что я сварю банку в холодильнике. Я говорю, ну да, мы отлили. Но я про него просто сейчас только увидел. Меня никто не спрашивал за вами.